Куда мы, чёрт возьми, идём? Мы никуда не идём, Барсик, мы просто вышли прогуляться. Прогуляться? На улице пипец дубочела! Мороз полезен для небольшой эмоциональной встряски. Но я не хочу встряски! Я хочу лежать дома и жреть! Все мы немного, Барсик. Особо опасный котик. Пьянство стащил валерьянку. Оклеветал собаку при поиске колбасы. Нанёс когтевое ранение. Нет того, чего бы не выдержала любовь матери. Мам, хочу кушать! Писять! Какать! Погулять! Звуки радости материнства. Типичные выходные. Вот и выходные. Сходим куда-нибудь? Сходим. Ну что, уже пойдём? Ещё чуть-чуть полежим и пойдём. Мы куда-то там хотели, кажется? Хотели. Ну, пойдём? Пойдём. Ну, не пойдём. Я воин света! Я повелитель пространства и времени. Я устремляюсь в бесконечность. Есть только свет и я. Василий, ты где моя плюшевая жопка? Кыс-кыс-кыс. Жалкий человечек. Он не ведает, каким силам он бросает вызов. Василий, а кому это я вкусненького сейчас дам? Двуногий гадёныш знает слабые места моей телесной оболочки. Нервы на пределе. Барабан в груди. Не впускайте кошку. Кошка, не входи. Да, они ещё и внизу приписали объявление для кошки. Кошка, не входи. Прикольно. Эй, кожаный. Подь сюды. Купи мне, короче, чипсонов, лимонадику и тех рыбных штучек. Хорошо, кот. А деньги? Какие ещё деньги? Ну, всё стоит денег, кот. Ну, сходи поработай, двуногий. Ну, ты сам на это подписался. Кошки, они и в Африке кошки. А ты уверен, что мы никому не мешаем? Конечно нет, не парься. Смотри, вон Димон ещё идёт. Здорово, ребята. Вы чё тут? Я прилягу, не возражаете? А эти чё тут вокруг стоят? Да это консервы, не обращай внимания. Ну да, консервы. Львы могут лапкой так ить, машину вскрыть, как консервную банку. Объявнять нет времени. Но мне это нуфно. Фрочно. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И это новый выпуск Мемозга. С котиками. Всё, как вы любите. Поехали. Ну вот, наконец-то у меня всё наладилось. Все проблемы позади. А где на этой фотке у кота вверх, а где низ? Ладно. Все проблемы позади. Жизнь. Подожди, не спеши так радоваться. Дзынь. О божечки. Оно чавкает. Хлюпает. Что за свинья? За что мне это? Кошмар. Оно ещё и брызжет. Как-то оно уже наестся. Ты подольше разглагольствовал, он и твою порцию сожрёт. Вот бывает, живёшь себе спокойненько. В кроватке валяешься. Бумажку какую-то ковыряешь. И вдруг на тебе. Понедельник. Извините. У меня тут где-то уточка ещё была. Я всё тут обыскал, но её нету. Я уже не знаю, что делать. И куда бежать? Может, ты позвонишь в милицию? Скажи им, что у меня пропала уточка. И чтобы срочно выезжали. И чтобы с мигалкой. Управление котом захвачено. Влево. Вправо. Навык тыг-дык. Тыг-дык-тыг-дык. Скрытность включена. Крадусь. Навык кусь готов. Вас заметили. Босс слишком силён. Ещё прокачаюсь и вернусь. Твой кот кусается? Я. Нет, он бьёт. Да, такой по щам надаёт, мало не покажется. Купил машину с откидным верхом. Ведь киски от этого без ума. Прикинь, у тебя машина с откидным верхом. Выходишь утром такой. А там все коты района себе лежанку устроили. А знаешь, ты ведь у меня такой умничка. Такой сладенький. Такому хорошенькому даже не сложно сходить мне за шоколадкой в 2 часа ночи. Вот блин. Ночью шоколадки не продают. Я этот ваш мир. Уже знаю вдоль и поперёк. Мне в этой жизни уже давно всё ясно и понятно. Я этот твой кафель уже вглубь и ввысь выкопал. А ты мне тут со своим кс-кс-кс. Это кот, идущий к реке. Ну, помните, который в своём познании преисполнился настолько, что как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживает на триллионах и триллионах таких же планет? Или как там у него было? В детстве я устраивал себе дом из стульев, накрывая их пледом. Туда могли зайти только я и кошка. Это меня устраивало. Видеть людей я не желал. Теперь, когда я вырос, я не делаю больше домик из стульев и пледа. Но отношение к людям не поменялось. Котики определённо лучше людей. Ты хотел знать, чем я сегодня занималась? Сплю. Топлю. Злюся. Кричу. Кушаю. Грущу. Сижу в интернете. Моюсь. Смотрю на своё уродливое отражение. Что ты делаешь в свободное время? В какое? Ну, в свободное. Это какое? Когда не занят работой? Не понял вопроса. Бедный котик. Надеюсь, ему хорошо платят. Я. Мам, да я полмира объехал. И всё в порядке. Я всё знаю и всё умею. Тоже я. Мам, мне нужно в больницу. Где вход? Что мне говорить? Куда идти? Как себя вести? Как гречку варить? Что такое паспортный стол? А бывает паспортный стул? Не заводите двух котов. И трёх не заводите. Это они только на ютубчике мур-мур-мяу. И тихо сидят. А на деле это конюшня в доме. И подром, мать его. Ну, согласен, да. Надо быть готовым к тому, чтобы заводить кота. Мама. Говорит по телефону с родственниками. Мама. О, да, он рядом. Сейчас дам ему трубку. Я. А можно не надо? Этот котик был из тех, кто просто любит жизнь. Ты летящий вдаль, вдаль, котик. Когда тебе с утра на работу, а твой кот спит? Бесишь. Особенно, если кот всю ночь бесился и не давал спать. Когда вы уже поймёте, что если я говорю спокойной ночи, и через час ты всё ещё видишь меня онлайн, это не значит, что я соврала. Это значит, что мой план провалился. Минутку. А чего мы лежим? Надо же вставать, дела делать. Расслабься, мы же коты. Мы созданы, чтобы в этом мире хоть кто-то ничего не делал. А, ну да. Привет, чё делаешь? Работаю. А вечером? Тоже работаю. А после этого что будешь делать? Спать перед завтрашней работой. А знаете, у каждого должна быть своя штучка. Своя любимая штучка. Которую можно вот так чмокать. И никому никогда её не отдавать. Моя прелесть. А у вас есть любимая штучка? Ага. Телефон, с которым я 24 на 7. Отличник. Напоминает учителю о том, что нам забыли задать домашку. Весь класс. Тебя сломать или повредить. Мой банк. Почему вы потратили 5000 рублей на кошачью еду? Я. Мой орешек, мастер психологических манипуляций. А почему банк спрашивает, зачем ты потратил 5000 на кошачью еду? Я взрослый и самостоятельный мужчина. Хочу и покупаю еду для кота. Официантка. Дети до 10 лет могут кушать бесплатно. 11-летняя я. Мне уже... Мама. Рот свой замолчи. Битва внутри меня, которая никогда не закончится. Давай ты не будешь сидеть всю ночь в телефоне. Давай бездавай. Я и мой характер. Я хотел картошечку. Опять сладкое. Но я хотел оливье. Это чё, чай? А я хотел какава. Снова не картоха. Сейчас я вот этой штукой в тебя кину. Я. Я обладаю прекрасной дикцией. У меня большой словарный запас. Я никогда не забываю базовые слова. Тоже я. Дайте мне вон те жёлтые трубочки из муки. Да, спагетти, ага. Чем отличается стопка глаженного белья от стопки неглаженного? На стопке глаженного отдыхает кот. Глаженный кот. А на стопке неглаженного отдыхает неглаженный кот. Логично? Личное пространство? Нет, не слышал. А что ты делаешь? А сейчас что делаешь? А сейчас? А можно я лапой твой нос потрогаю? А сейчас можно? А почему? Я ночью уже трогал. А когда ты какать? Я с тобой хочу. Я хочу тебя укусить. Я, объясняющий своему коту в три часа ночи, насколько сильно я ценю его и безумно люблю. Мой кот. Жрать где? У кота человек отбился от рук. Лёг на диван, глядит в потолок. Ноет в жизни, мол, чёрная полоса. А кот изнемог от невыносимых мук. Кот не ел уже полчаса. Тогда уж отбился не от рук, а от лап. Когда меня куда-то зовут? Извините, но меня придавила одеялка. Я изо всех сил пытаюсь выбраться. Видите, я выкарабкиваюсь. Я очень стараюсь. Я сделал всё, что мог. Идите без меня. Каждое утро я вижу перед собой одну картину. Эй, вставай. Котик сам себя не покормит. Котика взял, теперь ухаживай. Вставай, ленивая задница. Тебе ещё лоток мой разгребать. Моя жена связала свою первую шапку, но она оказалась слишком маленькой. Хотя коту подошла идеально. Я доволен. Говорит кот. Зато ухи теперь мёрзнуть не будут. Достаю что-то из холодильника. Мой кот. Такс, такс, что тут у нас? Я хихикаю на уроке. Училка. Над чем ты смеёшься? Я. Не над чем, извините. Над чем я смеялся на самом деле? Ушлёпок. Ну да, смешно. Моя кошка секунд десять разглядывала себя в зеркале, а потом блеванула. Вот это я понимаю низкая самооценка. Уровень самооценки кошка. Я. Вообще у меня очень устойчивая психика. Меня сложно довести до слёз. Также я когда посмотрел смешарики, где крош побежал искать потерянные фантики бараша в грозу ради дружбы. Какого бараша? Ёжика вообще-то. Никто? Чувак из задачек по математике. Здорово, я съел шестьдесят арбузов. Здравствуйте, Елена. Ваше платье уже готово, но нужно будет помереть. Помереть. Угу. Елена. Ну всё, пожили и хватит, блин. Урок. Начинается в 8.30. Учитель. Фух, слава богу, этого дурачка сегодня не будет. Я в 8.31. Угадай, кто? Ну что ж, друзья, к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. И не забудьте поставить лайк этому ролику, если он вам понравился, а также подписаться на канал, если ещё не подписаны, и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!